Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Сегодня мы слышали с вами зачало Евангелия от Матфея. Пятая глава. Зачало это достаточно простое, но чем проще зачало, тем бывает сложнее его как-то объяснить. Те слова, которые постоянно спотыкаются люди. Любите врагов своих. Благотворите ненавидящим вас. Как это вместить человеку, который унаследовал за время своего развития достаточно полярную схему устроения мира? То есть у него есть те, кого он готов любить, и те, кого он готов ненавидеть. И как ему вот эту биологию жизни изменить под евангельские слова, он не может понять. В чем здесь секрет-то, да? Почему? Для чего? Любить мне тех, кто мне пакостит по жизни. Ну с какой стати? Это тяжелый вопрос. Его нельзя вот так вот решить, да? Каким-то указом, приказом. А ну-ка, давайте, любите своих врагов, да? Так не получится. Это какой-то сознательный выбор человека. Свой собственный. Он должен к этому прийти. Его нельзя обязать так сделать. Он должен дорасти до того, что называется сознанием Отца Небесного. Иисус в каких-то простых примерах пытается убедить окружающих, что это необходимо. Как Отец Небесный не против того, что солнце светит и на злых, и на праведных, так и вы не должны быть избирательны в своих действиях. Как бы я для себя объяснил данные слова? Ведь на самом деле, посмотрите, пожалуйста, на эволюцию евангельского сознания в людях. Поначалу они и вправду, как дети, готовы были любить всех. Они совершенно не противились злу. Императоры издавали свои указы распинать, сжигать, убивать христиан. А они как продолжали собираться по ночам, так и собирались. И императорам был не указ. А потом, когда власть вошла в церковь и возглавила во многом ее, у христианства появились враги. Я помню один очень хороший фильм, когда во время очередного крестового похода рыцари убивают людей налево и направо, не щадя никого. А с ними идет священник, который говорит, они все враги Господа, убивайте и не жалейте их. И один из рыцарей поворачивается к другому и говорит, а тебе не кажется, что у нашего Господа слишком много врагов? А ведь это очевидно, да? Очевидно. Как удивительно люди своими руками эволюционировали евангельскую мысль до противоположной. оказывается, у него есть враги. А он-то призывал почему-то их любить. Что-то здесь не так. Или он неправильный, или неправильные те, кто так его слова исказил в нужную сторону. А мы вот теперь, спустя 20 веков, до сих пор не можем решить, кто нам друг, а кто нам враг. И стоит ли врагов брать в расчет, или их надо просто всех уничтожить, и тогда заживем. Отменно заживем, да? Ну, на самом деле, подобное было, наверное, и во время революции. люди поверили в то, что если истребить всех, кто им не нравится, кто не подходит прот определенный стандарт революционный, то все будет замечательно. Но есть такая штука память. Она не позволяет это сделать окончательно. И как-то не бейся, она все равно даст себе знать. Цветы, которые полили кровью, начали кусаться потом. И ничего не получилось. Сейчас пытаются отполировать сознание людей при помощи фальшивого добра. Вот эта толерантность, да, такая. Не потому, что я могу это объяснить, и это действительно необходимо. А потому, что мне это приказали сверху, да, потому, что власть так хочет, чтобы люди сделали то-то и то-то, да. А человек спрашивает, а почему я должен это делать? Ну, почему? Очевидно, это входит в его сознание конфликт какой-то, да, он не понимает совершенно. так вот, человеку надо объяснить, почему. Иисус свои слова достаточно просто пояснил. Если вы хотите быть похожими на Отца Небесного, тогда любите всех, потому, что Он любит всех, и это очевидно. Ведь на самом-то деле, Иисус явил миру Отца. Ну, как бы, простой пример, которым можно было бы объяснить, но представьте себе, дети сидят в детском саду, в закрытой комнате, и друг другу говорят, сейчас придет воспитатель, строгий такой, страшный, он всех вообще вот тут докажет, и они заперлись изнутри, там, забаррикадировались, и сидят и боятся, да, а тут один говорит, ну, я его знаю, он похож на меня, он такой же, как я, с чего бы я должен его бояться? И он начинает в 57, но вы посмотрите, да, сколько он для вас сделал добра, да, там, и еды доготовил, да, и кровати заправил, для чего, чтобы сделать вам какое-то зло, да, ну, вот, как бы сказать, то, на что похоже, то, что сделал Иисус, да, он просто показал миру Отца, я понимаю, что пример, конечно, примитивный, но, я думаю, доходчивый, да, на эту тему есть много похожих произведений, ревизор, например, да, Гоголевский, или японское произведение в ожидании Годо, тоже очень мысль четко прослеживается, да, ожидание и страх перед тем, что придет, и страх, когда расстаться стук в дверь, дети забились под кровать, потому что они боятся, а почему они боятся, их кто-то напугал, и вот, когда я пришел Иисус, ему воистину пришлось людей расколдовывать, он постоянно говорит, вот обратите внимание, митрополит Иларион, он посчитал, хотя, может быть, я заблуждаюсь, может быть, это сделал не митрополит Иларион, я где-то читал заметку о том, что кто-то из епископов написал о том, что в Евангелии самая частая фраза, которую говорит Иисус, звучит так, не бойтесь, значит, все-таки кто-то запугал, вот это желание манипулировать людьми, желание поселить в них ужас и сделать так, чтобы те жертвы, которые они приносили, были пропитаны этим ужасом, не от чистого сердца все это приносит, но от того, что он движим ужасом, как же это противно должно быть, как вы думаете, кто слетается на трапезу ужаса, ангелы или демоны, для меня очевидно, демоны, конечно, слетаются, а они любят это лакомство, потому что я хорошо видел людей, которые одержимы ужасом, в них часто не остается ничего человеческого, они подавлены, раздавлены и думают только об одном, как бы убить себя безболезненно, как бы себя сжить со святым, вот такой страх иногда поселяется в людях, им очень тяжело жить на свете становится, и общаясь с ними, я просто был ну, тоже подавлен, да, тем, что я никак не могу им помочь, я никак не могу внушить им то, что мир остался прежним, у них в сознании пробоина, дыра какая-то, через которую тонет их корабль, да, а они критически не могут осознать, они цепляются за тебя изо всех сил, желая, наверное, тоже потопить и тебя тоже, неосознанно, конечно, но просто потому, что ты единственное, что им попалось под руку, и когда ужас отступает, смотришь, а вроде нормальный человек рядом с тобой, да, ну, как вспомнишь вот этот ужас, да, который в нем посиделся, так просто, ну, совершенно жуткая картина, я бы сказал, а представьте, что целый народ погрузили в этот ужас, Бог страшный, Он жестокий, Он требует убивать всех налево-направо, кругом враги, они не должны жить, потому что они не творят волю Божию, а что же они творят, интересно, если осадили Иерусалим, если заставили людей, как бы сказать, жить по своим правилам, чужую волю они творят, неужто дьяволы, да, мне как-то затруднительно поверить в это, очевидно же, что Иерусалим был хорошенько наказан за свою гордость, да, национальную гордость, что евреи это сверхлюди, а остальные все ничтожества, ну, раз вы вырастили такую идею у себя, ну, так получайте, весь мир пришел, чтобы вас наказать, римляне пришли, эльны пришли, и как устроили, да, свой порядок, не в моготу стала, вот, она правда-то именно такова, вот, поэтому-то опасно манипулировать человеческим сознанием, потому, что правда подменяется ложью, а в системе координат ложных ничего хорошего произойти не может, ну, представьте себе, я вот конструктор собираю, например, теплоход, но я почему-то убежден, что дважды два будет пять, маленькая ошибка, но это судно утонет, это очевидно всякому, если я соберу судно, будучи убежденным в том, что вот есть такая ошибка, оно утонет, даже если из благих побуждений оно будет допущено, вот так это опасно, и потому Иисус разрушает страх, страх это ложное что-то, как вот в одной песне поется там, где страх, места нет любви, не только нет и не будет, это невозможно, это невозможно, да, вот представьте себе, вот маленькие дети сидят в этой запертой комнате и сходят с ума от страха, а на самом деле к ним хочет войти тот, кто их любит больше своей жизни, сложно сказать, да, подлое сердце создало такую ситуацию, а уж если она произошла по какому-то недоразумению, тогда это вообще очень сложно представить, все-таки, скорее всего, какой-то злой умысел, да, детей ожесточить против отца и увести за собой, куда? Ну, очевидно, в эту непроглядную пропасть страха, сделать человека рабом страха. И вот появляется Иисус, который говорит что-то совершенно противоположное. Врагов никто не отменит, но вы можете их любить. Почему? Потому что они тоже люди. Ну, вот ни больше, ни меньше. Они тоже люди. Рад бы вам что-то новое сказать, но не смогу. Если вы в них людей не видите, ну, тогда, в принципе, уже и это не поможет. Поэтому любое усилие, которое делает манипулятор над людьми, в этом направлении заключается в том, чтобы тех, кого он называет врагами, представить в нечеловеческом виде, чтобы люди перестали видеть людей других. И тогда все можно. Тогда, конечно, крик раздается, они демоны, надо взять мечи, надо резать до последнего. И все. Кто победил? Манипулятор. он опять остался безнаказанным. Насколько люди виноваты, я не знаю. Я не хочу об этом даже судить. Так происходит. Выход не менее болезненный, чем пребывание в этом состоянии. единственное выход только делает тебя похожим на Бога. Это единственное, что он может сделать. Нужно тебе этот человек? Не знаю. Честно, не знаю. Может тебе проще прожить с мечом в руках и рез налево-направо. Может так проще. Может так комфортнее. Так хотя бы понятнее. Там враги, здесь друзья. Они тебя завтра продадут за бутылку, но это же твои кореша. Ты бы не продал что-то за бутылку. Вот он момент истины. А теперь представьте, Василий Васильевич Розанов написал такой рассказ в цикле «Апокалипсис нашего времени». Это было больше ста лет назад. Отец задумал родить сына. И создал его, родил его, вложил в него все лучшее, а сын получился уродом, чуркой бессловесной. И он смотрит на него и хочет ему добра, а поделать ничего не может. И слезы текут из его глаз, и все. Страшный рассказ. Вот так вот и с нами происходит. Точно с нами происходит. Он может в тираж что-то сделать для нас, но нам надо еще несколько миллионов лет, чтобы достичь просветления какого-то. Или надо истребить друг друга у него на глазах. Он будет доволен. Я не думаю, что он будет доволен. мы будем довольны. Я тоже не знаю, не уверен, совершенно не уверен, что мы будем довольны этим. Тогда чего же мы хотим туда? Он просто дал противоядие, да? Горькое противоядие. Иисус дал это противоядие. Хотите хоть что-то сделать, делайте наперекор тому дьяволу, который вас пленил. он вас призывает ненавидеть, так полюбите, чтобы сделать наперекор, чтобы это противоядие вас защитило от яда. Хотя бы так. Ну, больше нечего делать, понимаете? Вот что не делай, все не так. Ну, хотя бы так. Видите, как интересно. Вот так я понимаю эти слова Иисуса. Не в том, чтобы показаться хорошими, дополивать на мнение о себе, наплевать на него. Если уж самое страшное, что может человек произойти, это страшный суд, так набраться терпения и вынести этот момент, пока вся эта помойка не выльется, а в том плюнуть и сказать. Теперь я знаю, кому я дорог, и теперь я знаю, что мне делать. И я вижу свою дорогу. И я знаю тех, кто пойдет со мной, а тех, кто не пойдет, ну, что же, ну, я просто отпущу. И все. Вот и все, на самом деле. Вот и весь принцип. Не бояться и любить врагов. Набраться терпения, набраться смелости. Да, многие из нас похожи на этого трусливого льва из волшебника из Угрудного города и глупого страшилу. Но это самое интересное в этой сказке, что когда лев и страшилы и прочие благодарят волшебнику, он говорит, а я ничего не сделал. Я просто исполнил ваше желание. и в голову страшили, насыпал булавок со трубями, а тебе дал плюшевое сердце, а тебе еще что-то, да? На самом деле, все это у вас было. Вы просто стали ими, теми, которые вы есть сейчас. Вот нужно это видеть, да? Евангелие это закваска, это катализатор, это прививка от временной жизни, от временной жизни, то, что называет Иисус от мира сего, да? Болезненная прививка. Это не инструкция, как войти в Царство Небесное, нет. Инструкции нужны роботам, человеку нужно что-то свое, человеческое. Так вы знаете, очень трудно убить человека, когда ты увидел в нем человека. Об этом говорят все. Очень трудно убить безоружного. Просто потому, что ты отождествляешь себя с ним в этот момент. человеком. очень трудно. Если, конечно, ты остаешься человеком. Если ты вышел за пределы человеческого, тогда все легко. Ты можешь налево-направо убивать, как вот эти серийные убийцы. Тогда все легко. Но если оставишься человеком, так это трудно сделать, переступить себя. Вот. Поэтому иногда читаешь в некоторых рассказах, автобиографических, как люди иногда бросали оружие и уходили с фронта, куда глаза глядят. Да, я знаю прекрасно, что за это их тоже могут расстрелять. Но вопрос в другом. Я читал о том, как два солдата во время Первой мировой войны перешли через линию фронта, ушли в Афон, стали монахами, плюнули на все это. Они не смогли сделать что-то большее, но они сказали друг другу, а что мы здесь делаем? Мы просто убиваем таких же, как мы. И ушли. И стали монахами. Причем известными, рассказы о них печатают до сих пор. Вот вам удивительная сила евангельского принципа. Если дьявола невозможно полностью изгнать из этого мира, можно что-то сделать обратно тому, что он от меня хочет. Вот вам смысл этих слов. Любите врагов ваших. Аминь. 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 Аминь.